В 2019 году была развернута информационная война против президента Федерации автоспорта Воронежской области Алексея Филимонова. В то время к нам обратился Александр Никитин с просьбой провести независимое расследование и разоблачить его бывшего работодателя Алексея Филимонова. Алексей попросил меня оформить на себя организацию ООО и ИП, которой он будет полностью распоряжаться. Я работал сначала логистом, а потом водителем на автомобиль КамАЗ. Получал зарплату только за то, что я делаю. Какая сумма долгов была на ИП? Порядка 2,5 миллионов. Записав интервью в октябре 2019 года с Никитином, мы взяли паузу, так как у меня сложилось впечатление, что меня хотят использовать как инструмент давления на Филимонова. Через год оказалось, что Никитин все это время вводил всех в заблуждение. Как я мог быть номинальным, если по бумагам директор был? Ваша компания, правильно я понимаю? Получается так. Ну вы сейчас больше стали зарабатывать, чем раньше, когда в Айлайне? Больше стали зарабатывать? Сколько же примерно в месяц? Ну, плюс-минус 20 там. Ну, более 50-70 тысяч, грубо говоря. Сколько уходит на этих юристов денег? Много денег. Ну, откуда деньги, зачем мне вам говорить? Вы ранее говорили, что вы просто номинальный директор, вы работали водителем, а фирма была просто на вас оформлена, и вы занимались своим делом, а он, это его компания, и просто она на вас оформлена. И вам, у вас спор был 2 миллиона рублей. Сейчас же все кардинально изменилось. Вы говорите, что вы полностью фирму управляли, это ваш, он чуть ли, ваш сотрудник, ну, явно не компаньон уже. Значит, вы сейчас вот это все таким образом. И что 17 миллионов рублей он вам должен? Как так изменились 2 миллиона в 17, я вот не пойму. Ну, как изменились, начали копать все дальше и глубже. А вот, то есть, каждый, то есть, тогда, когда мы с вами записывали, вы не знали, что он вам должен 17 миллионов? Ну, вы об этом не спрашивали. А чесноку скажи вообще, ну, кто-то направляет же? Здравствуйте, гляньте, какая компания. Ух ты, приветствую. Может быть, вопросик сразу можно задать? Нельзя. Подожди. Целый год вводить заблуждения сотрудников органов внутренних дел, следственного комитета, полиции. А какое вводить заблуждения? В чем? Сначала во всех заявлениях было написано, я водитель, я ничего не знаю, не плачу, не знаю контактов, ничем не занимаюсь, только рулю болванку, накажите Филимонова мошенника. Прошло определенное количество времени, оказывается, все проверилось, Филимонов не такой плохой. И Никитин кардинально с минуса на плюс поменял позицию. Но мне кажется, это не в выгоде Никитина, а в выгоде каких-то других людей, потому что вы посмотрите, человек сам, я так понимаю, не может самостоятельно принять решение. Ездит на данный момент водителем большегрузного автомобиля в командировках, все это знают. И оказывается, еще занимает деньги колоссальные, у которых, наверное, их не видел ни разу, такие, наверное, суммы, которые он занимает. Просто с 2 миллионов до 17 миллионов, год назад было 2 миллиона, говорил должен, а сейчас 17 миллионов. Вообще, честно говоря, у меня ощущение пахнет мошенничеством. С моей стороны, да? Я думаю, с вашей стороны. Потому что говорить год назад о том, что вы были номинальным директором, вам должны там 2 миллиона рублей, а сейчас через год, я не знаю, это что, инфляция, что ли? 17 миллионов стали из 2 миллионов 17. А кто организовывал всю работу в организации? Кто организовывал? Вопрос. Кто организовывал всю работу в организации? Ради кто этот весь процесс возглавлял, которая приносила прибыль? Никитин Александрович Александрович, можете посмотреть в документах, кто возглавлял, у них даже слышно. Человек, который не врет, который говорит правду, он так не отвечает. Он абсолютно уверен в своих словах, и он по-иному будет говорить. А то, что сейчас мы слышим от вас, это чистая ложь. Потому что человек, когда говорит одно, говорит потом другое, человека можно как назвать? Только лжецом, правильно? Верно. Может, без камеры поговорим, Саша? Он тебе что-то должен? Вот реально вообще. Он тебе что-то должен? Вообще что-то? Полиция? Да. Ничего он тебе не должен. Вот в том-то и дело. С его стороны никакого враня-то и нету. Он же фактически управлял организацией, полностью все это вел. Вранье только со стороны твоей. Но не потому, что ты такой хреновый, а просто потому, что используют. По моему мнению, должны возбуждать уголовное дело не в отношении Филимонова, а в отношении Никитина. Ну, очевидно всем понятно, что это не ты. Смотрите наше расследование. Что у вас случилось за ситуация с Алексеем Филимоновым? Ну, ситуация простая в данный момент. Алексей попросил меня оформить на себя организацию ООО и ИП, которой он будет полностью распоряжаться. Вследствие чего организация ООО осталась должна ИП. И из-за этого получился конфликт у меня с Алексеем. Скажите, вы по факту каким-то образом зарабатывали в ИП, в ООО, будучи учредителем, водительом ИП? Нет, я работал сначала логистом, а потом водителем на автомобиль КамАЗ. Получал зарплату только за то, что я делаю. За непосредственную работу. За непосредственную работу. И при этом Алексей получал какую-то выгоду, прибыль. Ну, естественно. И с вами, вам никаких выклад не поступало. Да, ООО и ИП работали. Ставился транспорт, зарабатывались деньги. В чем конфликт произошел конкретно с Алексеем? В том, что с ООО на Автолайн, на ИП Никитин выводились беспроцентные займы или процентные займы. И назад эти деньги не возвращались. А с ИП уже наличные денежные средства снимались. Также через мою карту переводились ему и остальным людям, перевозчикам или кому-то еще. Ну, Алексей попросил меня в месяце переоформить у Автолайн на его супругу. Вследствие чего я стал проверять, нет ли долгов, так как ИП на ИП. Ну, на ИП оказались долги, я ему задал вопрос. Какая сумма долгов была на ИП? Ну, порядка 2,5 миллионов. 2,5 миллионов. Это были долги. И на тот момент он на протяжении работы ИП, он платил, выплачивал, я так понимаю, там кредиты. Потом, когда у вас произошел конфликт, он перестал выплачивать. Да, перестал. Вот эти 2,5 миллиона, которые сейчас на тот момент висели, правильно я понимаю? Да. Вы их выплачивали в итоге? Да, там кредит Сбербанка, ИП сейчас есть, выплачивал, выплачиваю, порядка 100 тысяч рублей в месяц. 100 тысяч в месяц вы отдаете за него? Да. Ну, вы отдаете, потому что ИП на вас и вы брали якобы кредит, но на самом деле брал Алексей Филимонов. Да. Все деньги распоряжался он. И этими деньгами он распоряжался. И сейчас вы ежемесячно, ежемесячно человек отдает по 100 тысяч рублей. У вас, я так понимаю, семья. Да. Двое детей, супруга. Да. То есть вы работаете по факту погашения долгов Алексея? Да. Скажите, ООО, которое на вас, вы учредитель, что с ней происходило после вашего конфликта? После нашего конфликта он поделал мою подпись, так как я под документом соучредитель в одном лице этой организации. Сделал себя генеральным директором и бухгалтером. Ну, до этого я после конфликта заблокировал считаем, чуть отступлюсь, из-за чего он так сделал. Он сделал себя директором, генеральным и бухгалтером, ну и восстановил доступ к счетам. То есть в связи с тем, что вы после конфликта, поняв, что деньги от него не получить, то есть есть кредиты, вы идете, блокируете счета, так как вы единственный учредитель. Значит, он понимает, что он деньги вывезти оттуда не может с этого ООО. Он идет, подделывает документы, якобы, что по вашему распоряжению вы его назначаете генеральным директором и бухгалтером. Да. Он относит и, соответственно, у него возникает право разблокировать счета и вывести эти деньги. Я правильно понимаю, он это и сделал, вывел деньги со счетов? Все верно. Какую сумму он по факту украл? Порядка миллиона рублей. Миллион рублей он еще украл. Это за оказанные услуги, эти деньги были по перевозкам, правильно я понимаю? Потому что услугами перевозки. Что еще, какие нюансы по этому поводу вы хотели бы добавить? На данный момент на организации ООО Автолайн, где я также сейчас соучредитель и генеральный директор, в одном лице есть лизинг автомобиля, который находится у Алексея, в полном его распоряжении. То есть, по факту, то имущество, которое принадлежит этой компании, и вы единственный учредитель, он полностью этим всем распоряжается? Да. На основании того, что он является якобы сейчас генеральным директором? Правильно я понимаю? Нет, он уже не генеральный директор. А как это произошло, этот момент обратно, что он не генеральный директор? Ну, после того, как я заявление написал... А куда вы это заявление написали? В следственный комитет и в арбитражный суд. Юристы посоветовали, ориентируясь на эти заявления, восстановить себя в должности генерального директора, чтобы дальнейших действий СОО Автолайн не происходило, ну, с расчетным счетом. То есть, по факту, вы сейчас генеральный директор и учредитель. И кроме вас, никто не имеет права этим распоряжаться имуществом. Да. Но все на деле выглядит так, что офис, в котором он находится, по адресу Кривошейна, дом какой? 13 офис 419. 13 офис 419. Автолайн. Да. Он распоряжается полностью всем этим имуществом. А это, какое имущество? КамАЗ. Два КамАЗа. Два КамАЗа. УАЗ Патриот. Прицеп. Еще там автокран был какой-то. УАЗ Патриот, это тот, на котором он сейчас ездит. Ну, я не знаю, на чем он сейчас ездит. УАЗ Патриот видел, да, и я думаю, мы его еще лицезреем, этот УАЗ Патриот, на котором он ездит. Да. И по факту, вы не можете этим распоряжаться. Да. Что еще было? В органы внутренних дел вы писали заявление, обращение по сложившейся ситуации, по признакам мошеннических действий с его стороны? Да, писали заявление, следственный комитет центрального района, пока на рассмотрении. Здравствуйте. Прошло очень много времени с того момента, когда мы с вами встречались, и много воды утекло. У нас возникло определенное количество вопросов к вам, как бы по уходу всего этого разбирательства. И хотел бы, чтобы вы для аудитории, на всякий случай, еще раз представились. Как вас зовут? Александр. Фамилия? Никитин Александр. Вот. У меня будет несколько вопросов, я вам сейчас их задам. Я их специально, чтобы не забыть, сформулировал. Их будет 12 вопросов. Я очень надеюсь, что вы на них на все ответите, как мне есть на самом деле. Значит, тогда вы говорили, значит, о том, что вы являетесь формальным номинальным директором. Общества. Общества. Общества, непосредственно вот общества. Вот. То есть, вопрос первый. Подтверждайте свои заявления, что вы были просто номинальным директором в Автолайн. И что фактически Филимонов управлял всем, и все было приобретено на его средства. Номинальным директором в плане того, что числился там или как? Ну, номинальные просто числились. Управлял тоже же организацией. В какой-то мере степень Филимонов там работал. Как сотрудник. В смысле? Ну, Алексей. Алексей, вы были все-таки номинальным директором? Или же управляли? Ну, номинальным директором, но управлял Алексей всем. А, вы были номинальным директором? Ну, что в вашем понятии номинальным директором? Поэтому просто я уточняю, для чего это нужно. Просто, когда говорили, мы сейчас же уточняем вопросы, уточняющие все эти ситуации. Номинальный, то есть на вас просто было оформлено, правильно я понимаю? Ну, участие в обществе я тоже принимал. Ну, соответственно, он управлял всем, правильно я понимаю? Не всем, но большинством. Ну, то есть, ну, просто для меня, для понимания, он все-таки номинальный, вы номинальным директором были? Ну, как я мог быть номинальным, если по бумагам директор был. А вы по бумагам директором были, да? Да, да. То есть, это ваша компания, правильно я понимаю? Получается так. И вы управляли ей? С участием Алексея. А какая функция Алексея была вообще? Подбор транспорта и реализация всех. А ваши функции? Я в дальнейшем на автомобиле работал, который приобрели в лизинг. А, то есть, получается, фактически... Мне было интересно именно вождение и зарабатывание денег в определенных условиях труда, допустим, за рулем. А он развивал организацию. То есть, он занимался организацией, а вы водителем работали, правильно я понимаю? Да. Я понял, то есть, как бы, вот, уточните. Так, когда вы были водителем, кто занимался банковским платежами в Автолайн? Через меня все. Через вас он занимался? Бухгалтерия. Ну, он занимался, правильно я понимаю? Он не мог заниматься, у него не было полномочий таких. Занимался бухгалтерией. С подачей меня или его. Ну, вы говорите, вы за ним просто вопрос в чем? Говорите, вы... Он занимался всей организацией, а вы были водителем. То есть, занимались вот этим делом. Дистанционно я же мог управлять и платежами, и всем остальным. То есть, значит, вы, получается, когда вы были водителем, занимался банковскими платежами в Автолайне, именно вы? Или же все-таки он? Я же сказал, что занимался бухгалтерией. С подачей меня или его? Ну, вы оба равномерно? Нет, доступ у меня был. Только оплачивать мог только я. Через мое это... Какая была у вас заработная плата, как у водителя в Автолайне до июля 2019 года? И чем вы сейчас занимаетесь? Занимаюсь также транспортными услугами. В Автолайне или в другом месте работаете? В другом месте работаете. А какая ваша заработная плата была до 2019 года, до июля? Я там могу выпуски предоставить всех. Не, ну так, вы же помните свою зарплату, я поэтому, точнее... Около 50. Около 50 тысяч, да? Угу. Так. Какой был? А сейчас у вас зарплата хоть какая, вот примерно? Уменьшилась или увеличилась после ухода с Автолайна? Я с Автолайна не уходил, он на мне так остается. Он на вас... Нет, нет, я как бы вот этим там сильно не уникал, поэтому я задаю вопрос, чтобы мне понимать. Вы сейчас в другой организации именно трудитесь водителем, правильно я понимаю? Нет, сам на себя. А, вы сам на себя. Я понял. Ну, вы сейчас больше стали зарабатывать, чем раньше, когда в Автолайне? Больше стали зарабатывать? Сколько же примерно в месяц? Плюс-минус 20. Ну, говоря, 50-70 тысяч, грубо говоря, платят. Ну, вы сами зарабатываете. Так. Сколько людей работало в обществе? Много ли было отчислений в бюджет? Отчислений в бюджет все были. По графику, там, людей, логисты работали, водитель работал, Алексей там был проведен. Ну, а так по количеству помните, сколько людей было? Ну, сколько? Четыре-пять человек. Четыре-пять человек было проведено, да? А вообще по отчислениям в бюджет суммы помните какие? Да у кого какая зарплата была, смотря. Ну, не помните вообще общую? Примерно цифру же, наверное, понимаете, раз частично занимались. Да, около 100. Около 100 тысяч. 100 тысяч в какой период? Месяц. В месяц были отчисления в бюджет? Ну, пенсионные или налоговые, или что? Вообще общие отчисления. Да, около, примерно, да. Срок. Угу. Так, понял. Кто принимал все окончательные решения в обществе? И кто финансировал Автолайн? Вы или Филимон? Автолайн само себя могло финансировать. Оно же зарабатывало денежки. Ну, понятно. А кто принимал все окончательные решения в обществе? Окончательные решения почем? По приобретению автомобилей, заключению каких-то договоров, или выплаты зарплаты, или чего? Касаемо любых абсолютно вопросов. Кто принимал окончательные решения? Я принимал решения. Вы принимали, да? Ну, с Алексеем. А по каким, вы говорите, просто по каким-то, смотря по каким, то есть по каким-то вопросам он принимал решения. Естественно. По каким вопросам вы, а по каким он? Ну, допустим, он же развитием организации занимался, привлечением каких-то других поставщиков, водителей. Мог им оплачивать денежные средства. Ну, решение именно принимали, вот по каким вопросам вы разделили сферы, так скажем, чем конкретно, по каким вопросам он принимает решение. По каким Вы? То есть кто тогда принимал решение? Никто не принимал. Совместно. То есть по каждому вопросу Вы совместно принимали решение? Правильно я понимаю? Когда-то он сам единолично принимал решение, когда-то я единолично. А по каким вопросам Вы принимали решение единолично? Допустим какую загрузку взять на определенный транспорт или себе или денежные средства ковид кому-то перечислить срок. А как часто это было? Постоянно. А он какие тогда, какими задачами там еще принимал решения без вашего согласования с вами, так скажем? Все те же самые, только другие фирмы. Вы пропорционально, значит, поделили полномочия, правильно понимаете? На уст по устной договоренности. Я сейчас вот разговариваем, разговариваем, я вызываю вопросы. Просто, когда мы встречались, вы говорили, что вы абсолютно номинальный директор, то есть просто фирма на вас оформлена, а он ведет полномочия. Потому что разнолазия у меня с ними были по поводу их денежных средств, в упор в это явился. Ну, смотрите, какая ситуация, значит, то есть вы тогда утверждали, что, просто я сейчас, для меня, как бы это сейчас по-другому, что вы номинальный директор, и вы ничем там не заметили, вы просто водитель, который просто платили зарплату и ездил, никаких решений не принимал, потому что он занимался Филимоновым. Сейчас говорить совершенно другое. Да, потому что... В чем проблема? Что изменилось? В смысле, в чем изменился? Ну, тот же прошлый год. Причина того времени мы встречались, почему мы вообще, изначально с Филимоновым-то начался конфликт, помните? Ну, вы так смутно напомните. Из-за денежных средств. Он мне попросил перевести... А, 2 миллиона что-то такое? Да, он мне попросил переписать автолайн полностью на его супругу, а на ИП Никитин был долг перед автолайном, в беспроцентных займах. И вот из-за этого вся история как бы началась. Так, ну, из-за денег это я понял, что... Ну, из-за денег, и... Ну, я просто не знал уже, каким образом поступать-то в данной ситуации. Понял. То есть тогда, получается, вы фактически говорили правду, просто сейчас решили на него как-то повлиять, я не пойму. Ну, а как на него повлияешь? Ну, то есть, как бы, ну, что... Тогда вы говорили правду, сейчас вы немножко, как бы, перефразировали для того, чтобы ему можно было... Ну, это та же правда просто, другим языком. Ну, я понял, как бы, ну, более, скажем так, то была правда реально, а это правда юридическая, назовем так, да? Правильно я понял? Ну, я понял. То есть, как бы, у каждого своя правда, ну, в данном случае, тогда вы говорили реальную правду, как обстоят на самом деле дела. Я понял, хорошо. Так, значит, вы платили зарплату сами себе или Филимонов вам переводил? Бухгалтерия переводил. Филимонов ничего не мог сделать без бухгалтерии или без моего... То есть, вы сами себе платили зарплату? Считал или платил, или зарабатывал, или не забирал эту зарплату. Как, будучи директором и соучредителем данной организации, я мог платить сам себе зарплату? Ну, то есть, вы сами себе платили зарплату, правильно я понимаю? Я вас спрашиваю, как мог директор... Не-не-не, просто я задаю вопрос, и вот мне понимать, вы платили зарплату сам себе или же Филимонов вам все-таки начислял платил? Ну, он... Исходя из того, что есть бухгалтерия, бухгалтерия получала распоряжение. Ну, он не мог платить ее, у него не было доступа к расчетному счету. Нет, доступа не было, но он же принимал решение, как вы говорите, и вы и он принимали решение. Сам платил. То есть, он мог распорядиться бухгалтерией, чтобы вам начислили переверие. Ну, и так же я мог распорядиться, начислили ему переверие. Да, ну, нет, а как было на самом деле? Он распоряжался, и вам переводили? Или вы распоряжались бухгалтерией, и вам переводили? Я распоряжался. Вы распоряжались. Так, а с каких денег это все было? Заработанных. Заработанных денег организацией. Я понял. Так, автолайн не располагала достаточным количеством транспорта и спецтехники Бывало ли такое, что Филимонов находил сам исполнителя для выполнения заказов И вы с этим исполнителем рассчитывались через Филимонова Были такие моменты? Через Филимонова, через фирму какую-то еще? Ну да, да, да Ну он конкретно рассчитывался Ну он тогда сам на себя это все проводил Не, ну он конкретно какие-то вещи таким образом делались через него То есть рассчитываться через Филимонова такого не было Я понял Так Вот важный момент Откуда у вас могли быть финансы, которые вы якобы заняли Филимонову 17 миллионов рублей Если у вас заработная плата не позволяла располагать такими средствами Заработная плата и доход организации это разные вещи Но вы говорите, вы заработную плату себе Заработную плату, а доход организации кто-нибудь вообще считает? И ПЛО? Так, и какой доход организации? Ну если данная сумма Филимонова была перечислена, значит были денежные средства на организации и заработаны и одно и второе Но вы обладаете вообще информацией о том, какую сумму зарабатывает ежемесячная организация? Обладаю Так, и какая же эта сумма? Три-три с половиной Три-три с половиной миллиона ежемесячно зарабатывает организация, правильно я понимаю? Зарабатывала Зарабатывала Сейчас так она уже не зарабатывает, да? Она уже год не работает А, уже не работает, я просто не в курсе Полтора больше А для чего обращались вообще в суд? Какой? Ну вот, суды там какие-то идут у вас? Много Много? А вообще для чего обращались? Что там за суды? В арбитражный суд обратились по поводу взыскания 15-17 миллионов с Филимонову как в связи с лица За денежные переводы в течение четырех лет с моей банковской карты на его То есть были переводы с банковской вашей карты Филимонову? Поотвержденную Сбербанком Ежемесячно Да Он предоставил А по какой сумме идет речь в месяц? То есть это вот за четыре года эти 17 миллионов как раз они и есть, да? А что это за деньги вообще? Что это переводили за деньги? Займ А? Займ на строительство дома в Романе То есть он вам, вы ему переводили деньги, значит, как займ? Да Ежемесячно? Да А подали в суд по этому поводу, я так понимаю, да? Да Так Подали в суд по этому поводу А на основании чего? У вас расписка от него здесь, что это за им? Это подтвержденность Сбербанком перевода, какая расписка? Никаких Он... Ну как неосновательное обогащение? Он принес наоборот в суд Ну не буду говорить, что они липовые, так как не могу это подтвердить в данный момент Но он принес договора, что якобы между Иппи Никитином и Филимоновым есть определенные обязательства, которые он... Ну вот вопрос выше, который вы мне задавали, мог ли он расплачиваться через... Якобы я им давал деньги, он расплачивался с поставщиками, с водителями за услуги этими деньгами Угу Так и было? Нет, договора, как опять же скажу, поддельно не могу сказать Ну, суд все покажет, откуда договора Так, а... Так же есть дело в Коминтерновском, РОВД, возбужденное по мошенничеству на Филимонова Ну, сейчас вы сказали... За то, что... Ну, я сейчас перебью, я сейчас вот последовательность Вы сейчас говорите, 50-70 тысяч вы зарабатываете в месяц Правильно я понимаю? Ну, так вот, вот юристы, которые... У вас сейчас огромное количество процессов судебных, в полицию, походов И вами занимаются юристы Причем, насколько я понял, не один юрист, несколько юристов В месяц сколько уходит на этих юристов денег? Много денег, но откуда деньги, зачем мне вам говорить? Мне кажется, это самый важный вопрос Накопленные, но и денежные средства родственники помогают Автомобили распродался я, кредит закрыл ИПшный, который там брался на открытие Автомобили КамАЗ, сколько приносили прибыль в месяц? Если учитывать то, что лизинг около 200 тысяч, 180, то 200 и 250 Окупали они себя? Да Окупали, да? Очень важный вопрос Вы точно действуете самостоятельно? Да В смысле самостоятельно? Ну, самостоятельно, никто вами не управляет Нет, никто Это 100% Ну, может быть, управляет кто-то Или помогает Так Сейчас посмотрим Всем, а не всем Вот этот момент Ну, в городе все прекрасно знают, что Автолайн это Филимонова организация Так как вы и в самом начале говорили, что вы был номинальным директором И все в городе знают Ну, просто я с кем не говорю Все знают прекрасно, что Автолайн это Филимонова И Филимонов им занимается Развивает Развивает Развивает, да И он полноценно ведет Ну, то есть, как бы все, все, что касается этой компании Абсолютно все на нем И вот вопрос возникает Вы ранее писали одну Сейчас, во всех органах, в полиции Сейчас вы утверждаете, что все-таки вы директор И реально им были Всегда управляли, владели, получали прибыль Ну, ранее что писали? То, что я номинальный директор, сам Филимонов в центральном отсутствии Около пролетария отверг эту всю информацию И дело закрыто Какой именно? О том, что я номинальный директор Была проверка, было доследственные действия Вызывали кучу народу на свидетелей Это был, ну, год назад, как раз Просто такая вот, честно скажу В сентябре И сам Филимонов отверг то, что я номинальный директор И то, что он через меня это все открывал И это дело закрыли Была проверка же Просто я вообще, вот честно сказать Вот, как бы одно сначала в начале говорили Сейчас совершенно другое И какая-то муть, мутная Муть мутная, по-другому никак ее назовешь И кому верить-то в итоге? Вот это мне непонятно Потому что сначала речь шла о двух миллионах О двух миллионах всего шло И что вы номинальный директор Теперь совершенно другая эпопе пошла Что вам должен уже 17 миллионов И вы были там директор И управляли вы всем Так вот скажите Нам верить, нет Нам верить тому, что вы говорили раньше Когда мы здесь с вами стояли Примерно год назад, наверное, да? Или вот тому, что вы сейчас говорите Чему нам верить? Я вам сказал, верить в суду надо Нет, а ваши слова ранее были сказаны Они сейчас не особо отличаются Нет, они отличаются сильно Ну, смотрите, я просто говорю о чем Они отличаются тем, что вы ранее говорили Что вы просто номинальный директор Вы работали водителем А фирма была просто, она вас оформлена И вы занимались своим делом А он, это его компания И просто она на вас оформлена И вам, у вас спор был 2 миллиона рублей Сейчас же все кардинально изменилось Вы говорите, что вы полностью фирму управляли Это ваш, он чуть ли ваш сотрудник Ну, явно не компаньон уже Значит, вы сейчас вот это все таким образом И что 17 миллионов рублей он вам должен Как так изменились 2 миллиона в 17? Я вот не пойму Как изменились? Начали копать все дальше и глубже А вот, то есть каждый, то есть тогда, когда мы с вами записывали Вы не знали, что он вам должен 17 миллионов? Ну, вы об этом не спрашивали Нет, вы все рассказывали, все есть Мы спрашивали, какие деньги Вы сказали, только 2 миллиона Что вы платите, что вам тяжело По организации, правильно Вы тогда говорили, что вам тяжело Я понял, все прекрасно Это все А про юристов, адвокатов, которые вот есть Мне ощущение складывается, что вам помогает при вашей зарплате Вам очень сильно помогает Ну, вот честно скажите Никто не помогает Никто не помогает Сейчас я на том телефоне посмотрю Мне кажется У меня там еще пару вопросиков Так, сейчас я Я в этой заметке писал Так, где тут у нас Сейчас, не, мне кажется Я здесь писал Дописал, сейчас просто у меня тут Бам-бам-бам Все-таки фоточка Да, не, наверное, все Скажи Ну вот По чесноку Ты там не пишешь, ничего? Сейчас По чесноку скажи Вообще Ну Кто-то направляет же Здравствуйте, гляньте Какая компания Здравствуйте Приветствую Ну-ка включи шарманку Ты какими судьбами Здесь Самому интересно Что Не, может быть Если А ты здесь живешь где-то? Рядышком тут проживаю А может быть вопросик Сразу можно задать Нельзя Подожди, слушай Раз такая пьянка Послушай Сейчас вопросы Скажи, пожалуйста Вот это вообще Тема Займете Или может быть Все-таки Какую-то правду Рассказать Как человек Займем Сколько нужно Не, ну интересно Хотя бы там Рублей Пятнадцать Может быть Если есть Не уверен Просто Можно Вот задать вопрос Просто я сейчас Общался Дополнительное интервью Мы как раз Про вас Все-таки Продолжаем Снимать сюжет А вот А так получилось Что у меня Определенные непонятки Возникли И значит Сейчас мы снимаем Вообще Про всю эту ситуацию И Сначала говорил Значит Одно В начале Когда у нас был год назад Когда мы встречались Да Можно я тебя прикреплю Просто будет правильно Подержи Подержи Только ты Подержи так Чтобы тебе было слышно Хорошо Повыше 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 Вот так Да Вот Просто Когда я говорил Просто Вот здесь человек Я их реально Охереваю Здесь человек Интересно Здесь человек Находится Который Подержи Пожалуйста У себя Прикрепи Так тебе будет проще Здесь находится Человек Который Ты говорил Что он полностью Владел бизнесом Только на тебя Было оформлено Ты был номинальным Директором Сейчас ты говоришь Через год Совершенно Другие вещи Что ты Ты директор Ты всем управлял Ты всем руководил Ты полностью Все процессы Я ответил на вопрос В центральном Сусске было Расследование По этому поводу По этому поводу По поводу номинального Директор Что сам Алексей Все отверг Что именно Отвергли О том Что Отвергли Он говорит Что отвергли Я думаю Чтобы нам Не тратить Лишний раз Батарейку Я вот Сам удивляюсь Как год назад Человек Полностью Во всех заявлениях Во всех Так сказать Устных Речах Рассказывал Что он просто Номинал Он водитель Писал заявление Что я работаю Дальнобойщиком Миллионером Воронежской области Наверное теперь Чтобы это может быть Россия даже знала А через год У нас наверное Обратная ситуация Получилось Что оказывается Никитин Александр Является Настоящим Директором Целый год Вводить заблуждение Сотрудников Формунов Внутренних дел Следственного комитета Полиции Какое выявление Заблуждение В чем Сначала Во всех заявлениях Было написано Я водитель Я ничего не знаю Не плачу Не знаю контактов Ничем не занимаюсь Только рулю Болванку Накажите Филимонова Мошенника Прошло определенное Количество времени Оказывается Все проверилось Филимонов Не такой плохой И Никитин Кардинально С минуса на плюс Поменял позицию Но мне кажется Это не в выгоде Никитина А в выгоде Каких-то других людей Потому что Вы посмотрите Человек сам Я так понимаю Не может Самостоятельно Принять решение Ездит На данный момент Водителем Большегрузного автомобиля В командировках Все это знают И оказывается Еще занимает Деньги колоссальные У которых Наверное Их не видел Ни разу Такие наверное Суммы Которые он занимает И пытается С двух миллионов До семнадцати миллионов Год назад было Два миллиона Говорил должен А сейчас Семнадцать миллионов Вообще Честно говоря У меня ощущение Пахнет мошенничеством С моей стороны Я думаю С вашей стороны Потому что Говорить год назад О том что Вы были номинальным Директором Вам должны Там два миллиона рублей А сейчас Через год Я не знаю Это что инфляция Что ли Семнадцать миллионов Стали Из двух миллионов Семнадцать И сразу директор Во время еды Разные организации Просто вы поймите Мы этот сюжет делаем Не за кого-то Не за одну Не за другую сторону Я захотел разобраться Я выждал время И всплылили многие моменты И так совпало Если так сказать Я добавлю Год назад Если Александр Никитин Ничего не требовал Ничего не просил Уже со своей супругой В Рамонском РОВД Поясняют Что Просили с Филимонова Три миллиона рублей Якобы За коммерческое предложение Чтобы купил Организацию Автолайн Эти копии Я тогда Вадиму Уже предоставлю Чтобы для обозрения С ваших объяснений То сначала не просили То потом уже попросили Писать различные заявления Наверное тоже добавить Это что У нас Экс в кавычках Директор Никитин Подал Несколько раз В розыск Автомобили КамАЗ Которые Не покупал Просто наверное Навредить Что вы не говорите Не принадлежат Ну да Ну вы Их принадлежат Ну они кому принадлежат Принадлежали Они лизинговых компаний Сейчас они к нему принадлежат А? Сейчас они кому принадлежат Я про ситуацию Которую год Вы просто считаете Передите Если вы самостоятельно Нет подождите Вы этот год Хоть раз лизинг-то заплатили Да заплатил Я до этого всегда платил Лизингов Откуда? Я готов Я готов За каждый платеж Показать Как он Куда перечислялся И не попадал В лизинговую компанию Вас к сожалению Даже менеджеры Лизинговой компании Всерьез не воспринимают Когда вы подписывали договора В лизинговой компании И у вас Откуда Деньги были Платить лизинговую платеж Кто организовал Вопрос Кто организовал Всю работу В организации Ради Кто Этот весь процесс возглавлял, которая приносила прибыль. Никитин Александрович, может посмотреть в документах, что возглавлял, уехав за 2000 километров, как вы поясняете, вы оттуда не имели ни флешек, ничего, руководили и отправляли протежи, оплатить кто будет, у вас каждый день контрагентов, Сбербанк, Сбербанк какой? Смс-очки приходят. Хватит, хватит, вы можете только посмотреть приход, расход и написать смс-очку, которую приложим, Алексей Анатольевич, дайте 5000 рублей на солярку. У меня так скажем, может быть подведем, не, если есть какие-то еще моменты друг другу задать, я только с радостью. А так вообще, я так скажу, если тобой реально кто-то управляет, хотя все признаки тому есть, поверь мне, я тебе вот просто рекомендую, мне надо, скажи как есть, завершай вот эти все эти шарманки, потому что ничего хорошего из этого точно не выйдет. Ты сам себя дискредитировал тем самым интервью, которое в самом начале и то, что сейчас происходит. Это совершенно два разных человека, ты совершенно по-иному говоришь и совершенно иные уже вещи. Ты понимаешь, что а люди-то это все увидят, тебе это зачем? А я в завершении просто хотел напомнить, в самом начале, у меня никаких претензий, неприязненных отношений до действий Никитина, Александра, никаких не было. Я даже был готов простить этот миллион рублей, который занял на покупку квартиры на 45 стрелковой дивизии. А то есть вы занимали ему еще? Вы можете говорить, что я не занимал, но в результате моей деятельности деньги вам упали на карточку. Это тоже можно подтвердить. 144-я квартира, где вы проживаете на данный момент с супругой и ребенком. Я готов это тоже было простить. Вы заплатили лизинговые платежи, которые лично вы платили. Я их зачел в погашении этого долга, который вы мне целый год отдавали, по 20 или по 15 тысяч с своей заработной платой, которая являлась где-то от 50 до 70 тысяч в течение этого. Нет каких претензий. Но если бы вы не начали мешать работе, да, Федерации, понятно, через вас, через Автолайн начали запросы идти и в Российскую Автомобильную Федерацию. И так вот просто навредить Филимоновой Федерации. Если бы вы не начали отнимать КамАЗы, пытаетесь им отнимать, у меня нет никаких к вам претензий. И это очередной раз подтверждается, что вы делаете все поступки не самостоятельно, а вами кто-то управляет. К сожалению, вот в последний раз даже в арбитражном суде вам задали вопрос, какая система налогообложения в обществе. Вы что сказали, что это такое? Это смех. Как-то директор. Да, на самом деле. Не знаю, вы реально не знали, что такое. Знали. Знали? А почему так ответили? Зачем он такие вопросы задает непонятные вообще? Непонятные? Для водителя. Все правильно. Непонятные не для суда, а для водителя. Вам же вопрос адресом был, и вы на него отвечали, верно? Вот скажем так, у вас есть что сказать только по чесноку, правда? Нечего? Точно уверен? Точно уверен. Хорошо. Есть еще что-то? Самый серьезный и важный водитель дальнобойщиков в российской... Который 17 миллионов занял... Да. Работодатели, опасайтесь таких людей. У меня лично до того момента, как Александр Александрович или руками и ногами и фамилии Александра Никитина начали вредить мне, это очевидно, ваши иски, попытки отобрать имущество, претензий не было. Но, к сожалению, сейчас ситуация... Вот, последний для меня вопрос. Откуда же все-таки у вас 17 миллионов? Вот это важный, кстати, вопрос. Где вы взяли? Вы ездили, нашли? Да. Ездили, нашли? Вам показать место. Да, я с удовольствием заехал. Ну, реально, вы ехали. А как это? В каком городе такое? Секретная информация. То есть 17 миллионов вы не скажете, где вы их взяли? Понятно. Очень странно. Город странно должен... Человек, который не врет, который говорит правду, он так не отвечает. Он абсолютно уверен в своих словах, и он по-иному будет говорить. А то, что сейчас мы слышим от вас, это чистая ложь. Потому что человек, когда говорит одно, говорит потом другое, человека можно как назвать? Только лжецом, правильно? Верно. Вы согласны с тем, что вы лжец? Не согласны. А согласны с тем, что когда человек говорит одно, а потом другое, что он лжец? Согласны? А кто тогда он? Почему он лжец? Он объяснял всю ситуацию. К чем лжец? Да я вам просто настолько упростился, что вопрос задал, а вы на него не можете ответить. Вы начинаете уходить от него, от этого вопроса, ответ, чтобы не давать. Правильно? В общем, и так все очевидно и понятно. Я очень надеюсь, что вы свои мозги включите и не будете заниматься той ерундой, которая сейчас происходит. Я разобрался в этой ситуации, и сейчас до конца разобрался. Я еще буду разбираться, и выйдет сюжет, который будет, назовем так это, независимое расследование общественной организации дорожной контроли. Так, вот так совпало. Ты обратился, и мы здесь все теперь стоим. Ты отвечаешь на вопросы? Нет, ты не отвечаешь. Ты отвечаешь, так очень скользко. Тебе простые вопросы задаются. Ты не можешь ни на что ответить. Ты выходишь на то, что это. Ну что? Я просто сочувствую. Просто год назад, наверное, Александр думал, сейчас я напишу, придумаю, обману, введу в заблуждение. Вот это так, придумываете, пишете, обманываете. Да, кого же я обманул? Кого? Организации, в которых заявление. Какие организации? Насчет чего я обманул? Вы документы туда какие предоставляете? Где вы их вообще берете? Документы, которые я у вас получил, я все документы отдаю. А вы придумываете, вы теперь что не подписчики ничего? Вы придумываете все документы. Ну как же так? Да так же так. Я всем руководил, каждого человека из 12 и 13, которые работали. Мы там три раза уже сделали в этой организации. Я фактически управлял. Вы водитель. Вы за что бьетесь? Вы же водитель. Вы водитель. За что бьетесь? За что бьетесь? За справедливость. За чего справедливость? В смысле чего? Да, вы КамАЗа покупали? Покупал. Да, из каких денег? Из 17 миллионов или из каких? А откуда эти деньги? Сыр по Никитину. Да, они по Никитину, вы же написали, вы номинал, вы отдали все Филимонову. Филимонов занимался. Чем? Всем и по Никитину, и Автолайнерам. И по Никитину деньги-то. Кредит на и по Никитину 2,5 миллиона. Откуда? Какой 2,5 миллиона? Вы вот сейчас опять начинаете юлить и пытается выйти. Я вам задал прямой вопрос. Семнадцать миллионов откуда? Семнадцать миллионов это переводы денежных средств. Откуда? В смысле откуда? С карты, физлица. Нет. Так, откуда нельзя? Присуждение, если деньги с половиной, вы взяли кредит. Вам еще 17 дали. Где деньги? Откуда вы взяли 17 миллионов? Организации заработали, я вам отвечал на этот вопрос. Чем заработала? В смысле чем? Кто руководил этой финансо-хозяйственной деятельностью? Александр вместе с Алексеем. А, уже вместе с Алексеем. Первый раз было просто Александр. Вот мы здесь записывали, он сказал, что вы вместе все-таки. Он разделили полномочия. Он был водителем, а вы все руководили. Водитель мог оперировать такими суммами. Он же запутался сам, просто не знает, что сказать. Ладно, вы мне тоже не ответили на много вопросов. Задайте вопрос. Задайте вопрос. Я вам сказал документы, откуда вы берете документы. По порядку я готов отвечать. Первый вопрос, ответ. Я вот, сейчас сказать, тогда, когда пришел к Алексею, я задал все вопросы и получил все ответы. Что меня удивило? После этого я задумался, ага, меня тут за нос водят. Поэтому задавая вопрос, тебе ответил. Я задал вопрос. Следственные органы, вы какие документы предоставляете? Откуда вы их берете? Все документы, которые получил от вас или в результате хозяйственной деятельности. То, что вы исправляете свою роспись в течение года, у вас 5-6 разных экземпляров росписи, это другой вопрос. То, что вы где теперь в данный момент приобретаете, вы говорите, это я расписывался. Где теряете, говорите, это не я расписывался. Я могу сказать, где я расписывался, где не расписывался. Вы просто это штампуете по ночам, наверное. Тут те же договора брамонские и договора аренды на автомобили. Это все настоящие. 17 миллионов ты штамповал каждый месяц? Он штамповал договора. Нет, 17 миллионов рублей ты штамповал и ему перенаправлял каждый месяц, правильно? Ну и он тебе штампует твои договоры, которые подтверждают расходы по этим договорам. Правильно я понимаю? Так же я так понял, да? Не, они были. Александр Тарасидов просто не договаривает. Я думаю, может быть, потом, когда общественный такой резонанс, это соседи могут будут приходить, занимать деньги, просить там с соседнего подъезда. Ребята на стоянках, дальнобойщики, которые, может быть, увидят этот ролик, скажут, Александр, дозайми. Ну, реально, знаешь, я что скажу? Подожди, 17 лямов это нормальная сумма. Вот мы общественная организация, сейчас мы получаем в Минюсте документы. У нас реквизиты свои. Вот мы ищем меценатов, спонсоров, которые могут и могут и просто должны помогать в развитии общественной организации. Мы занимаемся восьмой год полезной общественной деятельностью. Скажи, пожалуйста, ты можешь помочь нашей организации? Да, вот Алексей нам поможет. Алексей, я к тебе обращаюсь. Денег надо вернуть. Я вам прямо сразу помогу. У тебя нет денег, чтобы мне, хотя бы, не на 17, хотя бы 1500. Можешь на развитие выделить? Выделить безвозмездно? Да, естественно. Ну, Алексей, безвозмездно не получается выделить. На 10 лет. На 10 лет. Так же, как и мне. Хай, ладно, ты можешь реально выделить. Ты же, ну, 17 миллионов, это на дороге не валяется. Конечно. Правильно? А вот 500 тысяч, ну, как бы, это мелочь. То, что на дороге не валяется. Но не 500 тысяч, мелочь. Да, тоже на дороге не валяется. Ну, вот скажи, у тебя нет возможности профинансировать? Возможность есть, но зачем? Есть возможность? Ты же сказал недавно, что ты сейчас зарабатываешь 70 тысяч рублей. Да. Продал все, чтобы осудиться. Да, да. А ты сейчас говоришь, что у тебя есть возможность. Вы же меня спросили, откуда у вас деньги на юристы, на все остальное я вам ответил. Так вот, я тебе только что, к чему я сейчас вот это все говорил. К тому, что ты ранее говорил, что ты получаешь 57 тысяч в месяц, ты продал все имущество для того, чтобы судиться. Потому что 2-3 адвоката города, и все слова там. Вот сейчас, вот там все, посмотрим, и ты посмотришь. А сейчас я тебя спрашиваю про 500 тысяч, ты говоришь, у меня есть возможность, я там отдам. А с каких денег ты зарабатываешь 57 тысяч? С каких денег ты это отдашь? Можешь дать. Не всегда я у тебя займу. Займешь мне 500 тысяч? Я сказал, Алексей, отдаст денежные средства. Провал уже. Денежные средства отдаст и займу. Ты не понимаешь, что ты так вот просто на ровном месте поплыл? Почему? На ровном месте. Почему это не ко мне вопрос? Вам виднее. Наверное, зарплаты водителя дальнобойщика сейчас не хватает. Перекрыть 8-7 судов. Ваши походы, когда вы можете только букву А сказать. Я вот представляю, сколько примерно это вот в месяц расходов вы платите? Сколько в месяц на адвокаты тратите? 50 тысяч? Да это мало. Сколько три адвоката? Ну, юристы, третий, сейчас еще. А сколько процессов вообще в месяц проходят? Три. Три процесса? Два из-два юриста. Сколько процессов? Ты же 10, 12, 15. А арбитраж там? Ты же 15. 10. 10 там скидку, наверное, сделали. Опт. Так, их два участвуют, правильно? Соответственно, сколько процессов, говоришь, три? Да. Три процесса. Ты представляешь, какие? Да, все. Плюс, да, это уже у тебя не сопоставление. Потом эти жалобы в полицию, там, в СУСК и во все остальные. Походы, рамонские суды еще, районы еще. Слушай, там сотка минимально неубиенная. Да. Так ты говорил, только ты говоришь, да. 50 тысяч ты говорил до этого. Что ты тратишь? Наверное, на адвокатов. Ты сам спросил. Да, ты сказал 50, сейчас будешь сотка. На адвоката. А юристов, вот, Алексей подсказал. Остальные. Ты понимаешь, что ты сейчас говоришь? Мы говорили про юристов. Нет. Про твоих юристов адвокатов. Вопрос был, адвокаты за сколько? Сколько ты платишь за адвоката? Я ему сказал 50, скидка. Да, за юристов 10. Ты говоришь, подожди, у тебя два юриста, правильно? Да. И один адвокат, верно? Мы говорили про с тобой, про те два юриста, которые есть. И третий сейчас на подходе. Про два человека. Это юристы. И ты сказал, что 50 тысяч. 50 тысяч за адвоката только. 50 только за адвоката. А еще два юриста у тебя. Да. Это 100 тысяч. Да. А ты зарабатываешь 70 в месяц. Да. А это уже длится год. Да. Скажи, пожалуйста, кто тебе помогает? Кто мне не помогает? Родственники помогают. А как фамилия у родственника? Секретная информация. Все, давай, удачи тебе. Все понятно. Может, без камеры поговорим, Саша. Просто говорит. Не, он выключил сейчас. Вот реально объективно. Заявление, какие риски, это будет еще годами. Понимаешь? Ты останешься без трусов. Я хорошему мнению об этой ситуации просто. А в случае проигрыша и издержки-то... Издержки просто. Ложатся, они существенные. Тебя он никто не компенсирует, понимаешь? А лягут все на тебя. Знаешь, даже вот объективно, Зарь, вот даже Вадима, вот ты обратился к нему, ты же по какой наводству ты тоже обратился? Ты думал, что знаешь, все просто. Сейчас реально у каждой палки два конца. Правда, неправда. Я начал тебе больше того скажу. Я когда пообщался с Алексеем, я, честно сказать, охерел. Я думал, там сейчас конфликт будет. А там все было вообще спокойно. Он нормально все вопросы ответил. Я решил выждать этот год. Ну, я не знал, сколько это будет. Ну, год вот он прошел. И такая херня. Понимаем прекрасно, что ты там действуешь. На хера тебе это надо? Ты инструмент. Ты прекрасно понимаешь. Все убрали. Да ты это. Все убрали. Не, не, не. Да он не этот. Да ладно, блядь. Блядь, на тебе есть, господи. На тебе. Как это волнуешься. Ты не волнуйся, я ничего не пишу, у меня ребенок продолжил позвонить. Он говорит, что ты каждый месяц себя загоняешь в эту яму. С тебя будут потом забирать за этих юристов и за это обслуживание, которое обслуживает тебя. Я тебе еще раз искренне заявляю. Можно это, знаешь, все остановить, точку поставить. Но ты отдай ему, блядь, что ты у него взял. Я ничего не брал. Да как ты не брал, блядь? Я не брал ничего. Да он, блядь, все знает, до меня еще знал, блядь. Сколько ты у него взял. Столб взял, откуда? Сколодцы, сколько ты взял? Что с колодцы, сколько ты взял? Что с завода? Где это и так? Да у него все это как. Где у него это? Вот это придумки, додумки, знаешь? Да это не придумки, не додумки. Колодец не затягивай. Я не затягиваю колодец. Ты прекрасно знаешь. Сколько ты взял и сколько ты не отдал. И сколько, блядь. По-конкретнее давай раскроемся. Да, что же, кроссия. Кто взял? Кто взял? Кто взял чего взял? Самое главное, Саша. Бумажек. Бумажек, да хватит. Бумажки я не брал никакие. Вот именно тебе забили в это в голову, знаешь. Мне, знаешь, инкриминировали, что я так же на гонках зарабатывал. На том-то зарабатывал. Но почему-то все проверилось. И колодец там, знаешь, без гонок, убыточные гонки перестали проводиться. Перевозки, которые стали без меня, дорогие, а не убыточные. Просто если он что-то украл, я думаю, в отношении его будет уголовное дело. Ты там, как бы, докажешь, что? Придумано все. Как он может придумать, правильно? Что придумать? А что ты мне тут расскажи? Нет, не надо. Нет, не надо. Да нет, я не знаю. Ты что говоришь? Ты, если должны мельчешь, я с Вадимом поделюсь. Ну, поделись всем, как ты работал сначала ЖБК. Я нормально работал. Я нормально, да. Вот ты здесь давай ЖБК не вплетай. Смотри, знаешь, ключевый момент? Ты начинаешь вообще за другие вещи рассказывать. Ну, как за другие вещи? Потому что там конкретный человек связывает это все. А у тебя конкретно с ним взаимоотношения. Вот он тебе что-то должен, вот реально вообще. Он тебе что-то должен, вообще что-то? Да. Ничего он тебе не должен. Вот в том-то и дело. А ты сейчас пытаешься, ты вообще инструмент для того, что с него вытягиваешь. Что-то там придумали. Фактически ты ничего, он тебе не должен. И ты-то сам знаешь. Я должен еще. Ты ему еще должен, блям. Нет, Диму это должен, да? Им уже должен, да? Так, может, мы тебе поможем, чтобы ты им не должен был. А много ты им должен? Что? Надо считать. Ну, что там? Может, вовремя остановилось, да? А за что ты должен? Они, в смысле, ну, я понимаю, что они там платят. Зарплату, можно сказать. Какую зарплату? А что? Ну, вот, ты сам сказал, сколько юридится-то. А, ты Миша... Он каждый месяц грузит его с надеждой, что с меня удержат. Они компенсируют эти деньги за работу, которые оплачивают. Я ему год говорю, Вадим, ты загоняешь себя в угол. С тебя будет это забирать. Разбегаемся. Вот он мне сейчас опять говорит. Они тогда с меня будут забирать это все. Мы тебе будем помогать, чтобы себе ничего не забрали. Конечно, если ты опять не наштамповал бумажек, Владислава Владимировича не нарисовал, что ты будешь отдавать деньги за юристов. Ты расписки какие-то ему даешь? Полиции, что-то вам расписки. Слушай, ну, тогда ты ему ничего не должен. Просто надо это заканчивать и все. У тебя обязательства перед ним? Ничего не подписывал. Ну и все. Я единственное, в чем слукавил, ты вот спрашиваешь, когда ты в последний раз встречался с Алексеем. Я встречался с ним недели три назад, наверное. Две-три недели назад в неделе. Примерно. Ну, я не за гонки там, что там было. И пообщались мы нормально, понимаешь. Более того, он сам вышел. Предложил встретиться, пообщались мы нормально. Вышел с инициативой, что тебя жалко будет. Я вам сказал, палка до конца. Но тебя эта палка-то не касается вообще. Ты же инструмент. Или ты этим зарабатываешь? Ничего не зарабатываешь. Ну, тогда нахер тебе надо. Давай на светлый день сядем за чаем. С тебя не заберут ничего. То, что даже это было, просто тебя загонят в угол. Я тебе больше того скажу. Если кто-то что-то, какие-то моменты в отношении тебя будет предпринимать, давление какое-то, ты можешь рассчитывать на мою поддержку. Поверь, там никто не залупнется даже. Ты думаешь, будет прекрасно, Ваислав Владимирович, если увидит по телевизору с многотысячными просмотрами, и как он Александром Никитином управляет, я думаю, ему это не будет приятно. А юристы, которых, да, там, знаешь, ты лукавишь. Ты просто до конца не знаешь, сколько ты стоишь. Сколько стоит и Лорион Белкин, который с тобой ходит. Сколько стоит Кристина, Надежда. Знаешь, если они вдвоем в арбитраже... Не по десять тысяч. Один раз в арбитраже осли, чтобы ты понимал, я уже насчитал, за восемьсот пятьдесят я сбился. И все бумажки, исковые заявления, ты думаешь, это бесплатно? Отзывы, ходатайство, экспертизы. Ты думаешь, это же ничего бесплатного нет. Пытаясь, естественно, что-то здесь морально, может быть, ты вместе с ними хотел наказать меня, показать свою властность, но, к сожалению, не получится. Да, для чего-то дописать. Ну, тобой же пишут, Саша. Посмотри, все бумаги, которые ты опубликовал. Я такой-то такой... Ты на то пишешь, но что? А, извини, я защищаюсь уже. Ты же первый начал писать. Я же правда пишу везде. Кто и как, на какие деньги это финансировал, с кем управлялась, кто документы своровал. Видео-то интересное. Фактически, с его стороны никакого вранета и нет. Он же фактически управлял организацией, полностью все это вел. Вранета со стороны твоей, но не потому, что ты такой хреновый, а просто потому, что использует. Понимаешь? Вот скажи, нахер тебе это надо? Тебе это надо дальше продолжать? Вот если это не надо, просто прекрати, я тебе скажу так. Со своей стороны, если тебе где-то, кто подоедет, ты можешь ко мне смело обращаться. Мы раздуем так эту херню, что, блядь, они еще пожалеют обо всем этом. Если тебя это только пугает, можешь рассчитывать на мою помощь, и все будет нормально. Вы здесь можете с Алексеем нормально договориться. Что скажешь? Ну, что я не скажу. Тебе надо подумать? Глазовывать надо. Ты сам можешь сделать этот выбор. Просто будь самостоятельным. Если ты решил быть самостоятельным, давай там, не зависит ни от кого, ты номинально собираешься, ты сам самостоятельно работаешь водителем грузовой машины. Я, знаешь, опять же, поистине даже. Знаешь, я тебе, если я отправлял голосовые сообщения, Саша, подумай о жене, о детях и так далее, это просто совет, то, что вот общественный резонанс это приобретает такой большой. Соседи будут знать, знакомые жены будут знать, ребенок подрастает. Это не нужно. Мне жалко. Дети это самое дорогое. Но, к сожалению, вот манипулируя тобой, используя тебя, они тебя загоняют в этот угол. Дай бог им здоровья, добра, но, к сожалению, тебе надо фундаментально самому дальше идти. А ты из-под меня, знаешь, там перепаркнул под них, под него, давай будем понимать, мы о ком. И пытаешься, знаешь, там доказать что-то. Ну, это год идет, давай, будет еще идти. Что в итоге-то хорошего-то? Никому от этого ничего хорошего не будет точно. Тебе какие плюшки раздавают? Никаких абсолютно. Не удоверил дергать там, экспертизы, коперам, опросы. Как по расписанию ходим же, да? А работать-то мешает. Так же, как и вы. Так я-то в городе, мне никуда не надо, а тебе рейсы подстраивать надо. Там не загрузился, там надо ждать. Опираться под тебя, подстраиваются. Потому что Александр в город вернется. Мне это вообще, я знаю, что я мобилен человек, я приеду, но ты-то без Илариона ты не можешь зайти. Зачем не без него ходить, если есть? Потому что ты уже вначале заявление написал в полицию, в следственный комитет, потом опять же пишешь другое, но это уже все не бьется. Ну ты зачем это все занял? Я не заминал нигде. Ты как не заминал? В центральном. Через 20. Через какого класса? Никто не заминал ничего. Это просто тебе, наверное, не договаривают, а тебя держат, Саша. Идем дальше, идем дальше. Тебе, наверное, всей сути не рассказывают. Ключик один не подошел, тебя берут в другом положении и другим способом пытают провернуть. Если, знаешь, там разобраться, если думают, что я там где-то пытаюсь что-то решать, к сожалению, нет. Понятно, объективно, чьи задачи, цели были там, про общественный совет, про то-то, про то-то, про гонки, как над Москвой. Виктору Николаевичу Кирьянову писали, это тебе нужно? Ты подписывал эти бумаги, чтобы забрать промоутерство, которое я, знаешь, в течение трех лет развиваю. Понятно, это кому нужно. Но эти козыря, они складываются, и мы пытаемся дальше, Саши вертеть, налево-направо. Я еще раз говорю, я спокойно, знаешь, ты можешь думать, что у меня нервный, я спокойно, я понимаю, но я раз уже в квартал тебе пришел, Саша останавливается, нет результата, понимаешь, если бы палка это была в августе, когда-то заявление написали, сразу бы все возбудили, какой общественный резонанс это было сгажать? Самое ужасное, что по итогу, когда все субы пройдут, перспективность проигрыша, ты в курсе, что это существует? Ты в курсе, какие последствия у прогреша? Не в курсе. Все издержки ложатся полностью на сторону прогреша. Да. Ты представляешь, все бабки, которые потрачены, они лягут на тебя, не на того, кто музыку заказывает, а на тебя. Если он тебе говорит о том, что не волнуйся, мы тебе там все заплатим и все там покроем. за моего и говорить так что. Нет, я тебе говорю про другое. Ты можешь просто остановить это все. А продолжив это, результат какой будет, он просто скажет, ну, ну, зачем ему бабки выкидывать? Он просто тебя пошлет и все, скажешь самым, письмо, с вами проблемы, твои проблемы. Ты их сам себе нарисовал. Я компромисс тебе предлагаю, останавливаться и из тебя никто еще ничего не заберет. За это ты можешь тоже не волноваться, с тебя никто дальше не заберет. Мы договариваемся, мировые соглашения, все бьем, вот все как есть, вот на листочке разложим, с тебя никто не заберет за этот год, который тебя использует. Ну, ты перечитай, ты просто не понимаешь сумму. Да, даже забрать адвоката со следователем ночь приехать на стоянку. Как ты думаешь, сколько это твоя попытка изъять КамАЗа утром приехать? Я думаю, это минимум тысяч в пятнадцатом со следователем приехать. Да, минимум это вообще тысяч в двадцать полезно. За пятнашку просто пересчитай, тебе семью кормить. У меня адвокат бы не поехал за пятнашку. Звадцатка железная. Альтернативное предложение, компромисс. Ты подумай, когда дашь, у тебя же есть телефон, Когда дашь ответ? Завтра есть. В преддверии первого сентября. Есть первое сентября начать с чистого листа. Новый учебный бур. Я думаю, ты если даже через кого-то обратился к нему, ты видел, что человек, если говорит, он не будет попросту так. И не попросту, он сразу не опубликовал, к чему ты пришел. Это вызвало подозрение. Саша. я реально взял паузу. Я не стал даже удалять ничего там. Еще там как-то не бархануться будет интересно. И я реально охерел. Дальше выпало совершенно. Почему у меня родилось столько много вопросов тебе? Потому что ты говорил одно. Представляешь, вообще, что ты явно там мягко, скажем, неубедителем был. В общем, завтра созваниваетесь и встречаетесь уже, договариваетесь. Хватит уже этого раздавать, на самом деле. Смысла там нет. Я еще просто зафиналить вас. Вадим слышит, у меня к тебе нет, у меня к тебе нет. У тебя ко мне нет. Мы мировой расходимся. У тебя со стороны, кто тебя заказал, проблем никаких и финансово с тебя никто не заберет ни копейки. Это я даже на себя принципиально беру, Саша. Просто тебе забили голову. Ты молодой, амбициозный, вот знаешь, может быть, долго в рейсах ты бываешь, очень много думаешь, когда едешь. Ну вот, наверное, может быть, золотые горы тебе какие-то пообещали. Саша, давай сейчас отнимем два КамАЗа, один себе заберешь, один я себе заберу. Но это тоже не нужно. Подумай об этом предложении еще раз. Ну, очевидно, всем понятно, что это не ты. Это самое главное. На свете. Спасибо.